7 дней это конечно очень долго, а разобраться в этой теме хочется. Поэтому за разъяснениями мы обратились к юристу Артему Карпову и сейчас он с нами на прямой связи. Артем, добрый вечер. Скажите, могут ли водители не оплачивать штраф, потому что правонарушения не было в базе данных, но при этом им вручили протокол? Если протокол был уже оформлен, соответственно водитель уже подвергся административным правонарушениям, ему необходимо в любом случае оплачивать штраф, даже если нет его в базах данных, это тоже случается. Начисляется ли пеня в случае, если водитель не найдя свой штраф в базе ушел, а потом и забыл о нем? Нет, пеня не начисляется, но если водитель забыл, есть в течение года, после истечения года административное дело можно прекратить путем подав заявление, да и по городу или району, где проживают нарушители, и можно прекратить административное производство. Артем, скажите, что делать в таких случаях? Есть ли вообще универсальный совет? Универсальный совет, конечно, есть, это не нарушать, но в то же время, если уж вы совершили правонарушение и на вас оформленный протокол, постарайтесь на месте у инспектора ГАИ поинтересоваться, как вам оплатить штраф, где оплатить. Если уж вдруг так получилось, что поспешили, не узнали, где и как оплатить, и у вас не получается, обратитесь в течение короткого времени, да и с запросом с письменным обязательно, чтобы у вас были какие-то доказательства на это. Спасибо. Юрист Артем Карпов рассказал нам, что делать водителям, которые не смогли оплатить штраф, потому что нарушения не было в базе данных. Несовершенство системы вновь и вновь вынуждает разочаровываться. Я сама столкнулась именно с этой проблемой. Штраф мне выписали, а найти его в базе данных мне так и не удалось. Пришлось оплачивать офлайн. И, кстати, не все кассы банков принимают подобную оплату. Пришлось в прямом смысле уговаривать, чтобы приняли деньги. В итоге поделюсь с вами лайфхаком, как все-таки можно оплатить свой штраф. На протоколе, который вам выдает сотрудник ГАИ об административном порушении, правонарушении, есть номер. Именно его при оплате офлайн введите его. После вам выдадут вот такую квитанцию об оплате. Ее ни в коем случае не выбрасывайте, а сохраните. Ведь вдруг придется и доказывать это, что вы уже оплатили. Продолжение следует...